Девочки, а давайте я вас научу, как готовить дома печь настоящий домашний торт Наполеон. Вот такой он получается вкусненький. Давайте, девчонки, видеорецепт начинается. Девочки, начинаем готовить заварной крем. Для этого нам понадобится 320 грамм сахарного песка, 120 грамм муки, 4 яйца, 300 грамм мягкого масла сливочного и вот литр молочка, пачечку ванилина. Я заварной крем готовлю всегда вот такая вот. У меня есть алюминиевая кастрюлька трехлитровая. В ней очень удобно, в ней не подгорает крем. Значит, делаю, ставлю огонек, включаю, выливаю литр молока. Вот так вот, литр молочка. Кастрюлька специально для крема. Вот, туда добавляю весь наш сахарок. Вот так вот. И размешиваю. В другой посуде вот такой чашки вот в эту чашку выливаю 4 яйца и добавляю туда всю муку. Начинаю хорошо взбивать. Можно это сделать миксером, можно это сделать блендером. Вот так вот это все взбиваю. Молоко должно разогреться, должно быть горячим. Вот так вот хорошо размешиваю, чтобы не было комков. Вот так наше молочко нагрелось. Оно не кипит, но оно хорошо нагрелось, прям горяченькое такое. Что мы делаем? Мы берем два половника вот этого молока и добавляем вот в этот яйца с мукой. Два полных половника. Все, теперь вот эту всю массу мы хорошо перемешиваем, размешиваем горячую. Вот так вот все тщательно перемешаем. Чашка кипяток горячая, потому что молоко очень горячее. И тоненькой струечкой будем заливать наше молоко. Молоко делаем потише, такой ниже среднего огонечек. Все, и потихонечку заливаем в наше молоко. Стеночек. Тоненькой струечкой. И все тщательно будем перемешивать. Видите, он уже такой вот густеет. Огонек должен быть ниже среднего. Так вот, чтобы он не подгорел. Мы все перемешаем. И будем варить до первых булик. Вот почему на заварной крем беру алюминиевую посуду, потому что там молоко не пригорает к дну. Самая удобная посуда. Это вот алюминиевая. Ну, мне так нравится под крем. Видите, он уже вот какой. Вот, все равно мы его варим и размешиваем полностью. мы должны его хорошо сварить. Если будет большой огонь, то сразу начнут эти бульки появляться и крем будет жидкий. Вот, и он будет растекаться. Нам жидкий крем не нужен. Так вот мы его варим. Уже видите, как густеет он, уже рисунок появляется. Но еще рано. Когда начнут бульки такие прям хорошие, все, будем выключать. пока что бульки появляются. Видите, как делала-делала, она у меня обвалилась. Хорошо, что рядом была лопаточка силиконовая. Вот так прям с боков поднимаем, дно поднимаем, варим. Хорошо, должны сварить. Мука идет как загуститель. Вот такой крем, девочки, видите? Все, пошли булочки, видите? Вот. Все, выключаем наш крем. Выключаем. и убираем в холодное место, чтобы, ну, не в холодильник, конечно, в холодное место для полного остывания. Когда он остынет, мы будем его смешивать со сливочным маслом. Все, вот такой крем должен получиться. Вот такой. Девочки, вот такой получился крем заварной заварной, густой. Он остыл полностью. Сейчас мы вот это мясо, говорю, масло размягченное, мы должны его миксером полностью взбить до белого цвета. Все, начинаем взбивать. Девочки, вот так вот мы взбили масло сливочное. Теперь в это сливочное масло мы будем добавлять по ложке крема. Вот так вот. Ложку крема в масло и взбиваем. Так вот. потихонечку добавляем сюда наш крем сливочное масло. Девочки, вот такой вот крем получился у нас. Не успела добавить ванилин, его нужно было добавить, когда масло взбивало. Не важно масло взбивать. Короче говоря, когда смешивать с кремом, с маслом, ничего страшного, я его сейчас добавлю. Видите, вот такая вот консистенция получилась. Он еще у нас постоит в холодильнике, еще больше загустеет. Запах, конечно же, сливочный, вкусный. Все, убираю в холодильник и начинаю выпекать коржи. Девочки, начинаем делать тесто. Тесто у нас идет слоеное, универсальное, оно также подойдет отлично под самсу, пироги с картошкой, с мясом, очень будет вкусно. Рецепт этого теста, слоеного, универсального, будет под видео, ссылки под видео. Вот. Значит, я беру целое, вот это приготовленное тесто, слоеное, универсальное, делю ее на 4 части. Значит, вот тут я уже разрезала 2 части и вот еще здесь пополам. То есть, я не делаю высокий торт, круглый, я делаю большой и на 4 коржа. Значит, начинаю, вот сейчас я, видите, какое тестечко, шикардосное, сейчас вот настрою камеру, вот, сколько слоев. Пух, пух они тесто, пух. Посмотрите, пух. Это все слойка воздушная, вкусная. Значит, девочки, начинаю катать первый корж, остальные все убираю в холодильник, потому что у нас здесь маргарин, его нельзя долго держать в тепле, потечет все, и мы не сможем вообще никак работать с этим тестом. Значит, 3 вот этих кусочка я накрываю и убираю в холодильник. начинаю раскатывать первый корж. Также сейчас смажу водичкой, вот так, бока, ваточкой с водичкой, вот так, бока и серединку. Все. И буду перекладывать этот коржик на наш противень. Вот так. Ничего сложного, девочки, ничего. Такая красота. Лишнее обрезаю ножиком. Я почему-то не люблю вот эти высокие тортики, которые сейчас модные на 18 сантиметров, высокие. мне нравятся по-стариночке вот такие, чтоб на весь противень и большое, чтоб такой был, как-то больше. Может, я еще не дошла до этих тортиков, которые маленькие. Все, ручкой вот так поправляем, ручкой поправляем, вилочкой делаем проколы, чтоб наш коржик не вздулся. Вот этот комочек, видите, какой он большой, собираем и убираем в холодильник. Все, вот так и перепекаем все 4 коржика. С остатков пекем пятый. Девочки, ну вот, первый корж у меня готов. Я вот так выпекаю до вот такого золотистого цвета. Я люблю, когда он хрум-хрум. Видите, какой весь? Послушайте. Значит, что я делаю? Я беру его вот так и переворачиваю. Так, опа, все. В перевернутом виде он у меня остывает. И вот и второй готов коржик. Послушайте, как он шкварчит. Смотрите, послушайте. Вкуснота! Все. Так, вот так лопаточкой снизу раз, серединку, где у вас водичка была. Легонечко. все готов. Значит, его также мы должны перевернуть. Коржа! Все, готов. И вот третий наш коржик испекся. Такие поджаристые. Торт будет обалденным. Ай, какой горячий. Все, переворачиваем. Обязательно переворачиваем. Девочки, четвертый. Четвертая вкусняшка. Я люблю, когда вот так поджаристый. Обожаю, когда зажаристый. Ах, какой горячий. Как же вкусно. Все, девчонки, остался пятый, который пойдет на посыпку. И будет остынуть, и будет сборка тортика. Девочки, вот испекся наш последний, пятый из остатков. Сейчас досочку подставлю, а то будет горячо. Вот такой шикардосный. Смотрите, какой. хрустит. Он весь ай, какой горячий. Смотрите, какая слоечка. Смотрите, видите? Прям отходит с такой вот тоненькой. Ой, не буду делать, а то тут все крошится. Все, девочки, ставлю остывать все это в хозяйку. О, все пышное. И будем все это обмазывать кремом. Девочки, вот испекся мой пятый коржик, все оно у меня остыло. Теперь я вот, смотрите, какое тесто. Видите, что делаю для посыпки? Его не нужно скалкой, видите, вот. Сейчас покажу поближе. такое оно. То есть как пух. Видите, вот так сделать оно вот. То есть все кусочки маргарина, вот они. Хрустит. вот оно. Вот это настоящее слоеное тесто, универсальное. Вы знаете, какой получится торт? Натуральный, без всяких там искусственных сливок. Вот оно, тесто. не тесто, а мечта. А какая вкусная самса с нее получается. Ой-ой-ой, вот. Сейчас настрою камеру. Видите, вот. Как бы поближе показать. Вот. Вот оно все. Вот. такое у нас получается тесто. Все хрустит. Вот так я его размельчу все ручками. И оно у нас пойдет на посыпку. Бока будем обсыпать. Верхушку будем обсыпать. Вот оно. Вот такое вот. Вот. вот так ручками все. Вот это пойдет на посыпочку. Сейчас измельчу, не буду это в кадре все делать долго. Начну собирать тортик, девочки. Вот, посмотрите, какая красота. девчонки, я его испекла. Я его сделала. Йохо! Короче говоря, вот наш пятый коржик. Вот наш крем. Посмотрите, как он застыл. Видите? Джага-джага, дрыга-дрыга. Нету, он густой. Постоял он пару часиков. Вот первым делом делайте крем. Сделали крем, убрали в холодильник и дальше наяривайте коржи. Все, вот. Значит, что я делаю? Сейчас, девочки, все покажу, научу. Я беру вот такой старый противень, на который мне жалко резать тортик. беру самый большой лист. Значит, тут в чем дело? Видите, вот эта поверхность, она пышная. Она вот, да? А вот это нижняя часть. Значит, мы торт будем собирать. Сейчас поближе. Значит, мы торт собирать будем. Так, дубль два. не вот этой пупырчатой стороной кверху, да? Вот эти пупырчики, да, наши, а вот этой нижней частью. Нижнюю часть наверх. И начинаем обмазывать нашим кремом. Ну, на глаз смотрите, чтобы на четыре части поделить его. Я еще, знаете, как делаю, чтобы удобно было? чтобы узнать, сколько крема хватит. Вот, видите, вот это вот все плюшечку мы опускаем и на ровное место, то есть все переворачиваем. Все наши листы переворачиваем. Вот это все воздушное мы переворачиваем. Вот так. И теперь как бы камеру по вот так. Вот так. Теперь что я делаю? мне просто так удобнее. Может я неправильно делаю, но я вот привыкла так. Вот а четвертый. Я вот так вот одинаковое количество крема на глаз еще оставляю для того, чтобы бока замазать. Ну где-то вот так вот, чтобы всем хватило поровну. чтобы не было там какой-то корж обмазан хорошо, какой-то нет. Вот. Все. А вот это останется у меня сбоку. Красотулечку наводить. Все. Двигаемся. Двигаемся. И вот так вот размазываем наш крем равномерно по всему коржику. крема хватит, крема много. Крем вот такой получается. Так, сейчас удобно видеть вам длину свое хозяйство. Вот так. Крем получается густой, очень вкусный, такой сливочный вкус у него. Вот такая красота. Все обмазали бока. Теперь вот этой крошкой смотрите сверху хороший такой слой идет крема. Потому что вот эта крошка это практически будет у нас этот как его называется корж считай. Так вот мы его посыпаем. А теперь завершающий момент. Что мы делаем? мы берем сахарную пудру 2 столовые ложки. Раз два. Добавляем в нее пакетик ванилина. Сколько здесь там? Один грамм. Обычный ванилин, который продают в магазинах. Есть. Все хорошо размешали, перемешали так ложечкой, чтобы ванилинчик был везде. И вот это самое главное. Посыпочка, от которой будет запах, это что-то. Значит, я беру вот такое ситечко, туда вот так вот добавляю сахарную пудру с ванилинчиком. Так. И вперед посыпаем наш тортик. Вот так вот. Это будет что-то. Это такой запах будет. Веточки, привет! Ну что, начнем пробовать тортик? Да. Вот такой вот у нас тортик получился. Девочки, он пропитался. Ну будем пробовать да, какое? Да. Так, начнем нарезать тортик. Ой, а что, ножик проваливается. Какой он суснячий. Да. Я его, девочки, в 6-3 раза получил. В 6-3 часу, то есть утрак 2-3. очень очки. Еще суснячь. Как шарик. Как шарик. Музыка. и 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 Девочки, смотрите. Смотрите, вот такая слойка идет, видите, весь, весь, вот такой вот, смотрите, весь, весь слоеный, весь пушистый крем, везде есть крем, вот он. Полностью с кремом, сейчас покажу на разрезе. Смотрите, какой кусман. Самый настоящий Наполеон. Он вкуснючий. Он очень тяжелый, очень вкусный. Вот такой вот получается торт. То есть, слоев тут миллион. Видите, тесто какое. Да. Мама уже сегодня везде есть. Вот такой вот девочки есть. Слоечка. Так что, девчонки, готовьте. Дуртик получается. Божественный, да, Ромочка? Рома у нас главный шестер, конечно. Все, девчонки, спасибо вам большое за просмотр. Если что-то непонятно, пишите комментарии, отвечу всегда. Все. Всем приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова